В театре молодежи состоится шоу в одном действии по пьесе Вадима Замараева «Хроники 30-го дела об исчезнувшем эликсире». История произошла в самый обычный день в лаборатории бытовых чудес, когда вдруг был похищен эликсир радости. Кто это сделал, как и зачем? За дело берется старший лейтенант Жора Холмогоров. Вместе со зрителями он раскроет преступления. Стоимость билетов от 200 до 400 рублей. Начало в 11.00. Если вы хоть раз стояли на скейтборде, то главный день лета у вас впереди. Go Skateboarding Day состоится на набережной Цесаревича. В программе командное скольжение по грани, прыжки через мусорки с трамплина для юниоров, прыжки с трамплина для профессионалов и многое другое. Мероприятие продолжится у Рампы на Русском острове. Вход бесплатный, старт в 12.00. Группа «Муми Тролль» представит акустический концерт «Вечерний чай» в Приморской краевой филармонии. Акустические концерты – редкий и уникальный формат жизни группы. Впервые «Муми Тролль» сыграл акустический концерт в Москве прошлой весной. «Вечерний чай» – название одной из песен, «Муми Тролля» с альбома «Шамара», а «Вечерний чай» – безусловно одна из самых камерных и душевных программ коллектива. Романтические баллады и знакомые хиты, которые хорошо спеть и послушать в теплой, приятной компании и в совершенно новом акустическом звучании. Кроме того, каждый музыкант «Муми Тролля» предстанет в роли целого оркестра, меняя образы и музыкальные инструменты, открываясь с новых сторон. Стоимость билетов от 4 тысяч до 10 тысяч рублей. Начало 18.00. Крупнейшее гастрономическое событие года состоится на водной станции ТОВ. Большой летний фестиваль «Ода-еда» пройдет в формате пикника. Организаторы обещают еду, музыку, спорт, уличное искусство и невероятные эмоции от программы. Гости попробуют блюда из фестивального меню, посетят гастрономический театр и мастер-классы, а также познакомятся с профессионалами ресторанной индустрии в «Лектории». Стоимость билетов от 150 до 200 рублей. Детям до 12 лет вход бесплатный. Билет действителен на два дня фестиваля. Время проведения с 12 до 22.00. Первый на Дальнем Востоке фестиваль юной книги «Фарватер» состоится в Владивостокском городском дворце детского творчества. Гостей ждет встреча с российскими и зарубежными писателями, художниками и издателями, а также творческие конкурсы для начинающих комиксистов и литераторов. В течение двух дней представители крупнейших профильных издательств, писатели, иллюстраторы и психологи проведут ряд конференций, мастер-классов, лекций и публичных дискуссий. Особое внимание будет уделено работе с подростками и их родителями. Так, в открытой полемике на тему «Право быть собой» примут участие сами представители подрастающего поколения, а одна из лекций будет посвящена буллингу, травле в школе. Начало в 11.00, вход свободный. Кимоно-шоу пройдет в Доме ученых ДВО РАН. Темой кимоно-шоу в 2019 году стали мифы и легенды Японии, божества, населяющие мир вокруг. Для зрителей подготовили 12 номеров, каждый из которых будет знакомить с культурой и традициями Японии. Всем желающим посетить мероприятие необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Начало в 15.00, вход свободный. Грандиозный праздник для молодых и активных жителей Владивостока День М состоится на набережной спортивной гавани. В программе развлекательные и образовательные площадки, спортивные треки, уютные места для творчества и, конечно, вечерний концерт. С самого утра можно будет позаниматься йогой на свежем воздухе, будут работать локации от лучших молодежных проектов города, на набережной установят шатер, где организуют локальные мероприятия. Также запланировано юмористическое шоу «Стендап» от проекта «Открытый микрофон» с участниками шоу «Камеди Баттл». Начало в 8.00, вход свободный. Заключительным аккордом фестиваля культуры Verox Expo станет 3D-мэппинг на здании Далерпфтуза. Лучше всего шоу будет видно с центральной площади города. Участниками Verox Expo станет не только музыканты из разных стран. Программа включает в себя граффити, спортивные мероприятия, выставку, лекции, астрономические вечера и многое другое. Основной музыкальной площадкой Verox Expo будет «Муми Тролль Мьюзик Бар». Вход на все концерты свободный. Велопарад состоится во Владивостоке. Главная цель праздника – показать, что в городе должна быть альтернатива автомобильному транспорту, привлечь внимание к тому, насколько плохо развита пешеходная сеть во Владивостоке и как важно иметь возможность перемещаться по городу, как на велосипеде, так и будучи пешеходом, не боясь за свою жизнь. Место проведения – проспект Красоты. Движение от кольца фуникулера до спуска на шефтнеры станет велосипедно-пешеходным. Фестиваль «Велосипед в городе В» проходит уже в одиннадцатый раз. Время проведения – с 9.00 до 21.00. Вход свободный. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова